здравствуйте дорогие друзья с вами вновь программа ногу в того и вновь я уже с усами и шляпой сегодня у нас рандеву с человеком который создает богемный образ жизни и ее знают люди которые ведут богемный образ жизни в ташкенте и в душамбе потому что без нее эта жизнь не такая уж и богемная лидия андре сценарист стилист художник артистка певица все в одном одним словом добру пожалуйста джекистан лидия спасибо большое впечатление первое ваше впечатление ну первое мое впечатление это ваш куртоп он просто вообще честно я такого не кушала нигде и как круто супер мы были в курта пьяк круто пьяк карта фанаяк это вообще волшебство лидия я хочу спросить кто из таджикистана открыл вам окошко в таджикистан давайте вернемся в прошлое в 2007 году мы с чисто случайно познакомились обновь район случайно как она увидела одну мою работу в ташкенте она была там на гастролях и попросила чтобы меня к ней привезли это было очень давно я была слишком молода и тогда вот мы с ней познакомились я нарисовал на ее лице такой узор красивый он был тогда линги легендарный прям и все с того времени пошло все с кем работаете из ташкентской богемы и сушамбинской богемы я работаю абсолютно совсем например из ташкента я работаю с муниса резаева еще взводы с райхон но со всеми со всеми и ашарк у нас есть группа ягона певица саида но их много сардорма удалиев шах зод группа их очень много я со всеми работаю с манова за дону саидова со всеми прекрасно а из наших из ваших шабнам сураев фарзона и хоршет фироза хафизова зулайхо мех риньегор джонни бекмуродов валиджон назизов бахром мега фурзот прям всех знаете вот мне интересно с кем и легко работает со с кем трудно мне совсем легко я понимаю любой к претензии не предъявляют после того как вы создаете допустим определенный образ не было такого они же мне верят вас признали как в таджикистане как сперва дизайнера стилиста но потом оказалось что вы и режиссер и сценарист расскажите пожалуйста подробно об этом как бы эта идея родилась у меня в 2008 году я подумала что буду я к снимать клипы и сняла и сняла несколько клипов ташкенте потом что-то я это забросила потом получается так что когда мы идем на съемки меня зовут как стилиста прежде чем снимать на встречу и мы обсуждаем ставят мне песню будет вот такой вот сюжет я гранения вот такой нибудь давайте вот такой сделаем то есть идея получается моя и а имя их и это несправедливо я подумал почему они пользуются моими идеями буду я сама снимать и уже вас признают как режиссера но вчера слава богу мне дали премию того шоу да да кстати кстати доведу до вашего сведения что недавно на днях лидия андре получила награду в церемонии награждения тома шоу мюзик эворд с чем и поздравляем ее спасибо кстати вы меня вручали так было приятно из моих рук прямо и потом мой стиль новые шляпы юсы лидия оценила специалист очень крутости на самом деле спасибо спасибо а по поводу того что в социальных сетях у вас был какой-то конфликт с джуни веком я не с кем вообще конфликтов никогда не бывает я абсолютно спокойный адекватный человек просто кому-то может быть не нравятся мои начинания новые может быть кому-то не нравится какой-то мой успех креативно давайте о новых начинаниях вот я начала петь я выпустила песню выпустила клип сняла его малайзии несмотря на то что я не знаю таджикский язык это что мои корни русские я пою на вашем языке потому что он не безумно интересен и нравится он древний древнее древности наверно и как бы я выпустила клип везде идет анонс и тут я в фейсбуке вижу что джонни пишет ой за что за песню лучше бы чё поет на нашем языке тра-та-та лучше бы пела на своем хотя сейчас джонни вы же слышали его несколько вещей на славянском языке на украинском мои корни языке видите как бумеранг и я подумал молодец джонни потому что я независливая есть мужчины мне тягаться ни к чему наверное пошутил не знаю пошутил он или нет форме много когда форме комментариев было это было форме комментариев и он очень много кто меня поддерживал в инстаграме выставлял мое видео она заняла говорил убери зачем ты ее ставишь я подумала что он считает меня наравне с собой что я мужчина рангом выше там всякое такое наверное из-за этого типа конкурент я ему хотя и женщина на минуточку и какая у вас была реакция я поставила лайк на его коммент зато получается они сделали мне такой промоушен даже не представляете выставили мое фото поставили ссылку на ю тубе на мой клип сказали что пусть лучше красит чем поет джонни сказал что за отвратительный клип и вообще зачем она поет и у меня поднялись просмотры я хотела ему написать джонни спасибо даже не представляешь какую-то для меня услугу сделал ну потому что он уже яркая у вас звезда и когда много людей подумают а ну-ка что там за клип между прочим после того как он это написал у меня поднялись просмотры и все люди нашли меня сами в инстаграме начали писать спасибо за вашу песню она такая прекрасная джонни молодец вы планируете еще спеть на таджикском или как я пою только на таджикском у меня уже есть шесть хитов замечательно то есть у вас псевдонима сценического нету лидия андре так лидия андре это стилист-визажист а сума я это певица у вас псевдоним сума я разница между лидия андрея и сума я ну сума я пою только в платке мои песни только про бога я хочу и потому что я не не вижу смысла вот допустим все люди поют про любовь я не пою про любовь такую вот как мирскую дам мужчина женщина мне это неинтересно я хочу все свое творчество посвятить богу и поэтому мне нравится это я пою в платке мне все закрыто ну хотя иногда бывает открыто но зато и в платке потому что как бы мне кажется что бог он должен быть в душе и поэтому вот лидия андрея почему не защищает с умою в плане вот этих комментариев с ума я с ума и лидия андрея лидия андрея то есть я абсолютно демократичный человек и каждый человек имеет право на свое мнение и это нормально кому-то нравится кому-то не нравится вот мы же допустим обсуждаем голливудские фильмы хотя они сняты с мегабюджетами супер актерами но мы же имеем право на свое мнение также я нормально отношусь из черного пиара получается еще больше пиар то есть он работает я знаю как работает эта вся продюсерская тема промо поэтому я за любой кипиш абсолютно если кто-то там у меня комментирует ради бога пусть комментирует они даже не представляют что они для меня какую услугу делают а почему религиозные темы привлекают вас не религиозные темы я просто религия и вера две разные вещи я пою про бога любовь любовь к богу а кто выбрал псевдоним с ума сама почему звучит красиво или по смыслу возвышенное переводится возвышенное я небо покажите глаза крупным планом ну они цвет травы скорее всего цвет морской волны очень красиво это линзы нет это свои реальные можно крупным планом показывать лидия работа это работа а вот дружба это совсем другая вещь вообще очень важная вещь часто с кем общаетесь шабна мехой ну как бы я их всех люблю они очень хорошие люди я к ним отношусь ко всем искренне и как бы если у кого-то есть какие-то недоразумения между собой я держу нейтралитет потому что рано или поздно бывают такие моменты кто-то вот допустим поссориться вы с кактусом поссорились а я тут в средине буду стоять а потом вы помирились и я как не понятно кто это очень странно я соблюдаю нейтралитет это их разговоры их какие-то там негативные моментики я в это никогда не лезу я абсолютно со всеми хорошо общаюсь и никогда никому не лезу с негативом сама если кто-то меня не тронет если тронут я открываю а если не не тронут то все я дружелюбно абсолютно а вот на фоне всех вот этих закулисных интриг кто-то пытается отобрать лидию кого-то там честно я не знаю я даже и знать не хочу правда потому что со всеми я работаю индивидуально допустим одному я делаю это другому делаю это и никогда не повторю это мой принцип какая работа вам больше нравится быть режиссерами или визажистами или певицей вот что ближе во все ближе мне скучно жить я хочу что-то делать новое всегда в движении мне очень скучно поэтому я занимаюсь всем когда я снимаю клипы и моего времени просто не хватает 24 часов мне хотелось бы чтоб в сутках было 30 часов да потому что мы снимаем клип я крашу одеваю причесываю все это выстраиваю свет картинку смотрю вот это вот все и мне это нравится да это круто как ураган давайте о личной жизни давайте расскажите даже не знаю с чего начать муж семья дети родители мужа у меня нет у меня есть ребеночек мой сладкий мачки я недавно родила полгода назад ты в разводе нет не в разводе просто я у меня был человек садама папа моего сына зовут садам садама папа есть но мы с ним не общаемся потому что я думала что он нормальный но он так меня влюбился что я еле от себя его это ужас доходил бы то есть этот ребенок родился в браке нет у меня было два никоха мне этого достаточно один был статус гражданский брак у вас не кухну да да ну не кох это же не официальный брак да я не для браков я не могу вот это вот это одень туда смотри сюда не ходи это не мое честно я свободный художник мне нужен воздух значит вы были деградированы немножко в этом союзе я нет это он с ума сошел а я нет он хотел деградировать он просто с ума сошел от меня и как бы он как-то странно человек писал мне всякие смс на мой на мой день рождения меня поздравили тысячи человек с днем рождения это человек увидел прислал мне цветы потом прислал мне торт с моим лицом потом приехал ко мне опять с цветами то есть вот так вот но я думал что он нормальный но он он-то нормальный очень умный хороший парень воспитанный с хорошей семьи всяк такой но просто доходило до того что я сижу в кафе выставлю селфи с вами через две минуты он здесь будет стоять ну это мужская ревность я понимаю или допустим я сижу и приносит мне официант трубку и говорит это вы лидия грудо и он мне твоя машина на дороге это ужас ну влюблен человек ну я таких липучек как муха на 1 ну видимо вкус притягивал муху если муха первый раз сядет это это случайно если второй раз точно значит малыш как сколько ему полгода мне сказали что вы его родили в процессе работы творческой мы закончили не хрене гор фотосессию то есть я придумал такой концерт для нее специально мы сделали фотосессию с видеосъемкой то есть сейчас модное направление так делать на западе мы снимали параллельно вместе с музыкой она пела мы фоткали это все короче вот так вот такой процесс был я мы закончили ее клип на следующий день я пошла к врачу и говорю у меня завтра свободно можно я завтра так вот я родила потом срок или раньше на четыре дня раньше раньше да и как это я не знаю я рожала кейсерова проснулся ты уже как человек подумал как есть какие-то наверное симуляторы есть стимуляторы но я не хочу рисковать от жеребенок через два дня после родов я сбежала с роддома накрасила одну невесту она говорит я за вас я за ваше здоровье так молилась вы не могли бы меня накрасить как зовут малыша садам садам вы посвятили ему что-нибудь песню как сейчас мне подарила песню механи гор и с вашими словами да я очень хочу колыбельная очень интересная песня я очень хочу исполнить для меня это очень большая честь моему малышу вашими руками и и мозгами это все сделать это так круто честно кстати у вас чувствуется акцент когда вы поете на фарсе да ну я пою как как слышу так ну некоторые люди говорят что это сладко звучит не знаю красиво нравится спасибо теперь давайте о планах какие планы у вас я открываю свой салон открывать свой шоу-рум я планирую сейчас снимать кино хочу пашкенте куда в америку да жить или работать просто прогуляться мне пять раз давали отказ мне интересно что же они там так прячут поэтому я хочу туда попасть моя мечта была поработать бритни спирс я это сделаю ну как то так интересно 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 и напоследок ваши пожелания нашим соотечественником таджикистану вообще ну таджикистану я хочу сказать и пожелать светите пусть у вас все будет благополучно пусть над вами сияет мирное небо пусть у вас все будет хорошо и в каждом доме чтоб царил уют и покой пусть у вас все будет получаться и пусть все ваши мечты сбываются вы прекрасный народ у вас прекрасная страна честно таких добрых людей куда и вот я приезжаю допустим меня когда кто-то заказывает на свадьбу ли что я приезжаю и мне говорят здравствуйте это вам подарок никогда в жизни такого нигде ни в какой стране не видела это так шикарно честно это необычно вы не обычный народ и мне хочется чтобы ваш вот это вот доброта такая улыбчивость это так здорово честно это мало где встретишь вы прекрасно потому что вы работаете режиссером и всегда чувствуете фальш фальшивую игру фальшивые отношения если вы допустим джонни не нравится моя песня я бы на его месте сказал слушай алё не поя мне не нравится как ты поешь то есть честно да конечно зачем вот это за спиной то есть когда его увижу мы сегодня с ним вместе улетаем в ташкент он я уверен поздоровать со мной так привет лиды джон как дела а я ему скажу а чуть ли моя песня не нравится и поэтому я хочу чтобы ваша страна процветала спасибо на этом наша беседа заканчивается дорогие друзья думаю что вам понравилось ждите рандеву с другими гостями из узбекистана в программе ногу в того пока пока